Добрый день! Продолжаем наши встречи. Попробую объяснить здесь, ну, объяснить, как я это понимаю, естественно, то есть, как я это увидел в жизни, в своем исследовании. Я с чем встретился? Вот здесь задаются вопросы. Ну, например, вопрос прозвучал от человека, такого явно давно увлекающегося практикой и так далее. Человек спрашивает, стоит ли ему делать там нагрузки какие-то, ходить на дорожки или бегать там, или, ну, неважно, в общем, нагрузки спрашивает человек, вот мне пишет. Вот. И другой человек, очень близкий мне человек, годы, как бы, примеривается вот к практике и занимается практикой, но своей такой какой-то практикой, как менеджмент свой такой. И, ну, такая двигательная йога, хорошая эта штука, наверное, и так далее, особенно для очень здоровых людей. И этого человека, ну, начали, то есть, вот этими нагрузками, которые, вот, она дает себе, йогой и другие еще там виды, какие-то пилатесы и так далее, хорошие тоже. Вот. Человек дошел до некой точки, когда, ну, организм расстроился. Что конкретно происходит, неважно, но организм расстроился, человек, как будто, знаете, потерял контакт со своим организмом и не может поймать его, знаете, как будто, там, не врачи, не сам человек, и такая паника, и тяжелое состояние. И что одинаково вот в этих двух случаях, и что мне очень, понимаете, важно сейчас передать вам, и, ну, для меня это принципиальный момент, но он, конечно, каждого человека сам выбирает, человек каждый, все мы сами. Понимаете, вот, как выходит? Для того, чтобы войти в практику и ответить вот на эти вопросы, ну, там, нагрузки, или, там, прыгать мне на батуте, либо, там, купаться ли в проруби, есть ли мясо, подойдет ли мне диета, стоит ли мне есть витамины, там, ну, понимаете, вот эти все, вот, какие-то, можно ли мне ночью работать, или, там, ночами не спать, можно ли мне спать, там, под йога-нидру, или что-то, вот все эти вопросы, их миллион можно задать вопросов, они вырваны из контекста, и они, на них можно ответить, но я не могу на них вообще ответить, может ответить только человек, который вошел в практику, понимаете, вот это вот, я сейчас пытаюсь, как бы, понимаете, вошел, я еще раз повторяю, себе вам вошел в практику, не думает, что вошел, и в какую практику, ну, понимаете, то есть, это значит, человек, он вошел в практику, то есть, он в нее погрузился, не думает, что погрузился, а погрузился, это две большие разницы, и вот к чему я пришел, чтобы вот вам, как бы, нарисовать картинку, ну, у Платона есть такой диалог, не будем в него вдаваться, но он очень чистый, такой красивый, там, он говорит о том, что они, как обычно, диалог, то есть, разговаривают, там, один молится за своего сына, к богам обращается, ну, вот это, языческих, то есть, много богов, и так далее, он обращается, а, как всегда, Платон, в лице, там, Сократ, он спрашивает, а ты вообще, как бы, ну, отдаешь себе отчет, там, ты вообще, ну, то есть, они начинают рассуждать, становится понятным, что вряд ли он способен понять, что хорошо, плохо, ну, примитивно, там, или более сложно, там, благодетель, там, ну, как бы, что вот для сына, и вообще, как бы, является хорошим, плохим, там, и они приходят к тому, что человек, в общем-то, не способен это понять, а значит, все, что он делает, оно дисгармонично, то есть, оно с природой, вот с этой божественностью, как бы, да, оно дисгармонирует, поэтому любое действие, оно наносит некий, ну, так, примитивно, ну, дисбаланс, да, вред, это сложное слово, так бы, и здесь такая же петрушка, как бы, очень простая, но, если ты знаешь, если ты менеджер себя, и так далее, и ты пока еще не понял, не пришел к тому, что ты не справляешься, я еще раз, ну, прямо, знаете, как, типа, ой, тук-тук-тук, ты еще, ты справляешься, если ты крутой, справляешься, и все, ну, не нужны вопросы, у тебя все классно, дальше двигайся, все, если ты приходишь в точку, и ты не справляешься, то ты не задаешь вопросов, ты не справляешься, ты приходишь, вот как мне сейчас написала моя, очень интересная, мы с ней идем, ну, она считает себя ученицей, там, и так далее, ну, мы как партнеры, исследователи, вот, очень интересный человек, пара такая, вот, и мы изучаем, изучаем вместе практику, вот, в разрезе данного человека, данной там пары, и их жизни, понимаете, вот она мне написала, что она, как бы, настолько дошла в точку, вот, в эту, что поняла, что она не справляется, она даже там, ну, я преподавал в пране, там залы были разные, она бегала между залами, настолько она не справляется, что она бегала, искала, как бы, своего там, учителя, или кого-то, понимаете, и, то есть, вот, прийти к пониманию, что ты ничего не знаешь, и, ничего не знаешь, как функционирует твой организм, природу свою, вот, ты не знаешь, ты не знаешь, как справиться, ты не менеджер своего счастья, своего вот организма, когда ты к этому пришел, тогда автоматически отпадает вопрос, а стоит ли мне, там, например, бегать по три часа каждый день, там двадцатку, там, ну, как, если ты не знаешь, это, значит, ты, ну, как, стоп, обнуление, ну, понимаете, ну, это же, как бы, вроде бы, дважды два, вроде бы, ну, согласитесь, ну, это же не, это же не, вроде бы, не сложно, но это невозможно, это очень сложно, потому что основной проблемой в йоге, и вот, мне очень понравилось, Виктор Сергеевич нам там скидывал некую статью, изыскание такое о вот йогах и так далее, и там очень интересно, ну, историческое такое, там очень интересно видно, что йоги вообще, вот йоги, они, они, ну, естественно, гордыня же, ну, дикой у меня, у всех, как бы, и человек, входя в йогу, он хочет что-то достичь, стать каким-то там просветленным, великим, там, я не знаю, наиболее там гимнастичным, пластичным, там, тетичным, ищным, ищным, там, ну, вот это, понимаете, но это не совместимо с йогой, как бы, это смешно, но как с природой, это не, ну, природа, это вот листочки, облака, там нет соревнований, там нет лучшего, худшего, но смешно, и когда ты входишь в свою природу, смотришь там на свои стопы, как они движутся, как в них течет жизнь, ну, какое здесь соревнование, что здесь можно достичь, здесь должно быть полное незнание, понимаете, незнание полное, и полное обнуление, то есть ты стопы делаешь, то есть ты говоришь себе, что я не знаю, ну, та-та-та там, и ты не, то есть ты останавливаешься во всех, ну, конечно, социально ты не можешь остановиться, это было бы слишком умно, и так далее, потому что природа всех наших проблем, конечно, социально имеет характер, ну, это там, китайцы, и так далее, это как бы, ну, это понятно, что последствия, они все социальные, и большинство генетических проблем, они социальный характер имеют, и так далее, ну, и не только, но много, и большая часть, может быть, но это не важно, это не интересно вообще, понимаете, ну, конечно, было бы здорово вообще обнулиться, но это слишком умно, ну, конечно, было бы здорово стоп сделать, и начать попытаться там, выделить себе там несколько лет, и увидеть себя, но здесь другая гордыня возникает, что ты начинаешь, если выделиться полностью, там, то ты начинаешь там, типа, становиться супер-йогом, и так далее, это еще хуже, чем быть, не знаю, там, любым работником, сотрудником, и так далее, увлеченным чем-то, верящим во что-то, сжатым таким, но, понимаете, поэтому баланс он такой, мы делаем стоп, потому что влияет на природу организма, и если это остановить, то есть это те источники наших травм, которые, если их остановить, они не влияют на возможность жизни, ну, например, на доход, на семью, ну, понимаете, да, ну, то есть те, то, что не является уже какой-то аскетизмом, каким-то, вот, понимаете, вот этим, ну, опять измом, опять, опять какой-то гордыни, опять какой-то, понимаете, поэтому мы просто останавливаем, ну, например, если человек ходит в фитнес, и усиливает нагрузку, то есть у него есть работа, где он там, бизнес или что-то, и он там рушится, ему тяжело, он приходит в йогу, и он еще ходит на фитнес, и там та же, тот же ритм, понимаете, который усиливает проблемы, еще сильнее рушит человека, вот, в этой ситуации, то ему надо остановиться, хотя бы в этом, прекратить заниматься фитнесом, и так далее, на какое-то время найти себя, вот это вот зацепление, найти, вот, чтобы энергия, чтобы вы начали воспроизводиться, чтобы вы стали, появилась в организме, она как будто, вот, самовоспроизвелась, припомнилась, вот эта вот энергия, там, ну, это дурацкие слова, там, парасимпатика и так далее, ну, это то, что вот львица, вот она лежит, после того, как там сожрала дичь, которую она там догнала, там антилопу и так далее, и она вот восстанавливается, она не спит, она восстанавливается, вот эти процессы, но они у нас так сбиты достаточно сильно, и вот, ну, как бы забыты, мы настолько вне природы своей, ты как будто к природе своей обращаешь внимание, но если при этом идут тренировки, но если при этом идут тренировки там физические и так далее, или других практик, там массаж, там, я не знаю, цигун, я сам с цигуном входил в йогу, и постепенно он отвалился, перетек я в йогу, и, ну, вот, понимаете, то есть ты стоп делаешь, обнуляешься, и ты входишь с полным незнанием, тогда у тебя появляется возможность хоть что-то услышать, почувствовать, увидеть, и это очень сложно, потому что, ну, вот, харизма такова, что, ну, ладно, я вот делаю утрами там, там, разминку на пресс, на то, на все, ну, вот человек говорит, ну, вы понимаете, что такое делаю разминку на пресс, там, ну, да, позвоночник, там, вот вся эта зона, человек делает, представляете, там напрягается все это, как бы, он же не то, что не умеет, может быть, ему инструктор говорит, как это делает, но это ничего не дает, ты сначала притихни, договорись со своим телом, подружись со своим телом, понимаете, ты начни чувствовать свое тело, уважать, любить его, прямо чувствовать, и тогда ты понимаешь, что вот наступает момент, сейчас я отвечаю на вопрос про дорожку, про бегать, нагружаться, нагружаться надо тогда, когда ты нашел дружбу своим телом, ты долго практикуешь, прислушиваешься, и ты начинаешь чувствовать, что у тебя вот эта вот система воспроизводства, регенерации, омоложения, так вот, сохранения, как бы, тебя живым, гармоничным, ну, природным, твоя природа, она ожила, и она начала в тебе жить, и прямо там, знаете, как цветок такой, распускаться, оживать, и вот, когда это происходит, тогда ты прямо чувствуешь, какой-то момент, что очень по чуть-чуть надо добавлять физическую нагрузку отдельно от практики, не в практике, это тоже смешная вещь, что, ой, а как же асаны делать без напряжения, без старания, без нагрузки физической, а как же, мне же нужны мышцы, и так далее, почему-то мы не спрашиваем, почему в практике мы не едим, или там не, ну, какие-то, я не знаю, смешные какие-то вещи можно придумывать, я не буду, чтобы не обидеть никого, но действительно, а почему мы не жрем в практике, ну, что это за практика вообще такая, что не сесть, не пожрать, ну, а почему мы должны в практике йоги заниматься нагрузкой мускулов, и те же тяжести, напряжение, кто и где, откуда это, ну, как это в голове возникает, почему, ну, понимаете, касаемо же при чтении книги, почему мы там не, я не знаю, там, не бежим, ну, 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 как бы, почему все в одном месте, все сразу, притихнуть, аккуратно, дать возможность расцвести, а потом потихонечку, ты прямо начнешь чувствовать, и подгружаться, будет физуха, причем, вот как мне Виктор Сергеевич все это объяснял, что ты, ну, вот сейчас тебе уже нужно, потому что у тебя избыток, спать не хочется, тебе, ты не устаешь вообще, ты спокоен, ты держишь ситуацию, ты видишь, что происходит, ты можешь быть безумно эмоционально, вот я очень эмоциональный человек, но ты себя держишь, ты себя чувствуешь, ты видишь, что с тобой происходит, ты быстро восстанавливаешься, ты, ты как бы переполнен, и в этой ситуации нужна очень серьезная нагрузка, мне нужна, ну, в общем-то, несколько часов в день нагрузки, такой вот физухи, ну, там, разные, понимаете, но, но это ответ на вопрос, получишь ты сам у себя, а не спросишь у кого-то, понимаешь, то есть, если ты вошел в практику, еще раз объясняю, да, но это очень интересная вещь, мы будем вокруг нее очень много вращаться, думать, затрагивать, но она очень сложная, потому что вот это вот желание, вот это быть крутым, вот это вот, как все, да, вот это, ну, все же, ну, все же бегают, ну, все же, а почему-то мало кто говорит, ну, все же ходят, а это есть жизнь, вот ходить нужно, и не 20 километров, а ходить, 2, 3, 5, ходить, как в жизни, ну, представьте, люди, они в жизни, ну, ходят, как бы, да, да, они могут бегать, но в определенном возрасте, да, вот, вы понимаете, то есть, это должно быть взвешено с тобой, а не с тем, как все, там, но для кого-то пробежать 100 метровку, как там Хусейн Болт, это умереть, для кого-то это совершенно элементарно, ну, понимаете, это нужно себя чувствовать, найти вот этот вот контакт с собой, поэтому в практику входим, обнуляясь, а потом это все будет подтягиваться, ну, такой ответ может быть не совсем понятный, но я дальше буду разбираться с этим, потому что это очень интересно, в этом огромный, в этом вообще суть практики, спасибо вам большое, счастливо, прикольно это все.